Всем привет друзья, с вами Маракаси. Сегодня хотел бы рассказать вам о шкурках с зонами пробития для игры World of Tanks. Вы наверняка слышали о таких шкурках. С помощью них вы сможете легче пробивать всех врагов, сможете выцеливать слабые места, выцеливать экипаж, выцеливать бензобаки, боеукладку, двигатель и так далее. В общем, гораздо чаще критовать модули врагу и чаще поджигать и взрывать врага. Очень полезная вещь. Многие игроки почему-то считают, что это для нубов, что это совершенно не нужно. Но лично мое мнение, что особенно для новичков это будет очень полезно и даже для опытных игроков это будет полезно, потому что сейчас выходит довольно много новых танков и каждый раз разбираться с каждым новым танком это очень долго. А так с зонами пробития вы сразу сможете увидеть слабые места, где находятся бензобаки, боеукладка у врага. И потом, когда научитесь у новых танков уже пробивать слабые зоны, критовать боеукладку, поджигать и так далее, то можно и удалить их. Постоянно ими пользоваться в принципе не обязательно. В общем, в этом видео расскажу и покажу вам несколько видов шкурок с зонами пробития. Начну я со шкурок под названием «Красная звезда». Популярные шкурки, очень качественные. Вот они как раз на ваших экранах. Очень мне они нравятся, но, конечно, я ими уже давно не пользуюсь и пользоваться не буду. Но так как меня просили, я решил хотя бы показать вам, как они выглядят. И вы уже будете выбирать, ставить вам их или нет. В любом случае, шкурки очень полезны для того, чтобы научиться легче пробивать танки и для того, чтобы выцеливать слабые места. Вот такая вот шкурка, например, для Т-54. Вы видите, что тут красным цветом отмечены слабые места, куда легче всего пробить танк. Сюда лучше всего стрелять, если у вас плохое пробитие. И гарантированно вы, скорее всего, пробьете. Желтым отмечен экипаж. И также тут разные значки, которые показывают, где какой экипаж сидит. Вот тут вот, например, у Т-54 сидит водитель. Тут наводчик, командир и заряжающий. То есть, если вы увидите Т-54 и стрельнете в эту зону, то с большой долей вероятности вы критуете водителя этому танку. Также есть вот такая вот зона, отмечена. Она голубым цветом. Тут бензобаки находятся. Если сюда стрельнуть, можно повредить бензобаки. Вот он, бензобак, видимо, вот так вот идет вдоль танка. Вот он еще тут находится. Тут. В общем, если сюда стрельнуть, есть шанс поджечь Т-54. Также вы видите, что тут есть еще одна заштрихованная зона. Это фиолетовая зона, которая обозначает боеукладку. То есть, если вы стрельнете, опять же, в это место, то есть шанс поджечь танк и есть шанс сломать боеукладку. То есть, если бы вы не знали, что тут такое место, вы бы стрельнули, например, сюда бы просто там наугад. Или сюда бы. А так лучше стрелять, вот, например, в это место и критовать боеукладку 54-ки и поджигать чаще. Есть также боеукладка вот тут вот в башне. То есть, вы стреляете вот сюда вот и можете взорвать одним выстрелом этот танк чудесный. Если вы попадете сюда, то повредите наводчика, сюда заряжающего, а сюда командира. Вот тут вот находится зеленым отмечен двигатель. А вот так, например, выглядит немецкий танк Е-50. Вы можете видеть, что двигатель у него находится спереди. Водитель находится вот тут вот, боевая укладка. Тут вот по бортам находится тоже боевая укладка. Да, она еще и в башне находится. В общем, довольно много слабых, слабозащищенных мест у этого танка. Куда ему может нанести какой-то крит. Двигатель у него также у этого танка находится вот тут вот. И бензобаки сзади. В общем-то, танк довольно часто критуется. И вот сейчас по этой шкурке можно понять, почему. Экипаж у этого танка находится в основном в башне. Вот тут вот находится наводчик, командир и заряжающий. В принципе, шкурки очень качественные. Если вам они понравятся, то вы сможете скачать их по ссылке в описании. Перейдем к следующим шкуркам. Итак, теперь расскажу, как же установить эти шкурки. Скачиваем архив. Тут я скачал с тарентой. У меня есть сразу и контурные шкурки пробития, и штрихованные. Ну, например, выбираем контурные. И выбираем вот этот вариант. Вот эту папку копируем вот по такому вот пути. То есть игра, World of Tanks, потом Aris Mods и 0.85. И туда кидаем вот эту вот папку. Но вообще эти шкурки, они не обновились до версии 0.8.5. Они как бы работают, но я обнаружил, что ИС-4 на этих шкурках немного подглючивает. Поэтому эту шкурку нужно удалить, именно шкурку ИС-4. Для этого вам нужно зайти по этому пути, потом в папку Russian, и тут удалить ИС-4. Вот эту папку, видите? ИС-4. И если какие-то еще будут глючные шкурки, которые плохо работают, то их тоже придется там удалять. Пока нашел только ИС-4. А в остальном все нормально работает. Если вас это не устраивает, то просто не скачивайте. Лично, как бы, по мне так вроде нормально всего. Вроде один танк глючит, у него шкурка это ИС-4. А у остальных все работает отлично. Еще один вид шкурок с зонами пробития. И тоже у этих шкурок глючит ИС-4. То есть вам придется удалять папку с ИС-4, как я уже показал. То же самое в этих шкурках. Еще не обновились эти шкурки. Почему? Потому что автор еще и не сделал для новой версии. Когда сделает, я их обновлю. То есть по ссылке уже будет все рабочее. Но пока что есть только такой вариант. В принципе, шкурки менее красивые, чем прошлые. Но это не самое главное. Вот вы видите. Тут есть такие обозначения. Тут находится двигатель. Вот он нарисован. Водитель тут. Как вы помните, рыжим обозначены уязвимые места. Куда легче всего пробить. Тут наводчик. Ну, как в общем и в прошлый раз. То же самое. Вот, например, ИС-4. Шкурки, конечно, не самые красивые. Но зато тоже неплохие. То есть их даже издалека будет заметно. Поговаривают, что их сделал или китайский автор. Если я не ошибаюсь. В общем-то, вполне неплохо. Еще один вариант с шкурками и зонами пробития. На этот раз тут все одним цветом белым. Вы можете видеть, что нету тут обозначения двигателей и бензобаков. Вместо них просто вот такой вот значок пожара. Это означает, что можно в этих местах поджечь. Вот таким вот кругом обозначается, что тут находится водила. Тут наводчик, командир. В общем, как и на прошлых шкурках то же самое. Не на всех танках есть. На низкоуровневых нету, например. Только вроде на некоторых. Вот ИС-7, например. По бокам у него боеукладка часто взрывается. Вот объект 268. В общем, такие шкурки менее отвлекающие. И тоже с ними можно взрывать чаще танки. Критовать боеукладку. Экипаж критовать. В общем, вполне неплохо. Вот таким вот просто цветом белым обозначается, что тут можно легче всего пробить. Вот, например, арты. У арты, конечно же, нету. Шкурки за нами пробить, да и ей она и не нужна. Вот Е-50, например. Т-29 тоже нету. Т-34. Т-110Е-5. Т-1010Е-4. АМХ-50-100. Батчат. Вот вы можете видеть, что батчат. У него тоже можно поджечь спереди. Сзади у него боеукладка. Мотор, в общем, часто он там гадит. ФЦМ-50ТО. АМХ-50Б. АМХ-50ФОЖ. ИС-2 даже есть. Вот такие вот шкурки с зонами пробития. Если они вам нужны, вы сможете их скачать по ссылке в описании на ютубе. Подписывайтесь на канал, будет еще много интересных модов. Удачных вам боев и пока. Субтитры сделал DimaTorzok.